Друзья, специально для вас сегодня на вопрос по страхам будут отвечать воздушные гимнасты. Я нахожусь на пресс-конференции. Итак, смотрите, вот мы говорим, автомобиль это источник повышенной опасности. Всегда есть риск попасть в ДТП. А как с ним бороться, мы с вами разбираем ежедневно. И вот хочется теперь попросить настоящих воздушных гимнастов, именно с позиции мужского страха и с позиции женского страха, если там в воздухе случается что-то, и гимнаст срывается, страховка его задержала, страх ужас поймали, как дальше переболеть, переступить через этот страх и вновь выйти и подняться на такую высоту? Дмитрий, давайте с вас. Наверное, когда уже упал, это уже финальная часть, это уже очень страшно, это все, это очень плохо. Если я удержал страховку, это другое дело. Но, как вы сказали, появляется страх. У нас в первую очередь не допустить этого нужно. Но если это уже случилось, то нужно добороть себя и попробовать сделать это еще раз. А есть еще другие моменты. У нас есть... Мы договариваемся, если что-то идет не так, мы... У нас, как назвать, план Б? Да, во время номера мы начинаем говорить... Сигналы друг другу высылаем. Да, как бы, он говорит, я держу, то значит, он держит в любой ситуации, даже если там где-то не запутался или еще что-то. А по поводу падений... Было у нас падение. Слава богу, не очень высокая высоты. Но, как бы, было это во время шоу. Поэтому... И там работает адреналин. То есть, как бы, ты вскакиваешь, ты понимаешь, что тебе нужно доработать номер. Хоть что у тебя сломано, не сломано, неважно. И я доработала номер, потом я поняла, что у меня была трещина в руке. И, ну, вот, это цирк. Это живое искусство. И мы не в силах перезаписать что-то или переснять. Поэтому, как бы, лишить зрителя возможности не увидеть наш номер. Ну, похоже, здесь что-то на оживленное движение на автомобиле. Всегда нужно быть на чеку. Да, всегда. Даже если другой участник движения или, допустим, в манеже другие артисты чем-то как-то запутали или помешали, то все равно ты должен делать все, что ты должен, ну, изначально. Ничто не должно помешать. Типа, если прорабатывать все на репетициях? План Б должен быть всегда. План Б. Спасибо вам огромное.